В прошлом году Черноморская винная неделя на Кубани проходила впервые. В 2024 география энагастрономического фестиваля расширилась. К массовому мероприятию в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» присоединилась в том числе Анапа. И не просто присоединилась, а стала стартовой площадкой фестиваля. Открытие состоялось на базе винодельной «Скалистый берег» в селе Варваровка. Перед официальным стартом гостям, в числе которых временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Михаил Зарицкий провели экскурсию. Первое вино мы произвели в 2020 году. То есть лоза уже стала взрослой. И, конечно, уже тот виноград, который мы получили, первый урожай, он позволил нам произвести очень такое качественное, премиальное вино. Какие объемы сейчас у вас при производстве? В этом году мы загрузили наши производственные мощности на 100%. Более 500 тонн винограда мы приняли и планируем выпустить порядка 450 тысяч бутылок вина. Участники экскурсии воспользовались уникальной возможностью заглянуть в самое сердце производства. Внутри цеха гостям рассказали полный цикл создания благородного напитка при помощи гравитационных технологий и показали почти каждый уголок винодельни. Вибрационные прицепы, бункеры, бочки из французского дуба и многое другое, современное оборудование некоторые гости впервые увидели воочию. Я посещал различные винодельни, очень много посетил, не только в нашем субъекте. И я вам скажу, ваше, это вот оставило мне отдельный отпечаток. Сейчас я прошелся, увидел, и это вот что-то обособленное и неповторимое. Вы большие молодцы, еще раз повторюсь. Вам поклон и уважение за ваше дело, развивайтесь. И чем может помочь вам, скажем так, власть, должны идти в параллели все это с бизнесом. Это и есть здоровое, полноценное развитие. За всем этим стоит, конечно же, прежде всего наш коллектив, очень дружный, очень трудолюбивый коллектив. И все условия для того, чтобы создать вино высочайшего качества, у нас есть. У нас есть прекрасный терруар, замечательное, самое современное, высокотехнологичное оборудование. И, конечно же, люди, которые обслуживают это оборудование и, в общем-то, создают прекрасный продукт. Продолжилось мероприятие деловой встречи, на которой и дали официальный старт Черноморской винной недели. Одна из самых динамично развивающихся отраслей, которая у нас возродилась и развивается с ними мирными шагами – это виноделие. Благодаря таким предприятиям наш регион по праву самопосещаемый курорт России. Я надеюсь, что Черноморская винная неделя с 2024 года покажет отличный результат. Все будут довольны. Гости, которые будут посещать, скажем, те муниципальные образования, где нам будут происходить, те хозяйшие субъекты, которые будут представлять свою продукцию, все достигнут желаемого результата. Вам, коллеги, друзья, я желаю всем успехов. Во время совещания представители Скалистого берега и Абрау-Дюрсо поделились планами по модернизации предприятий и популяризации энотуризма. У Анапы в этом направлении большие возможности. Краевые и местные власти уделяют особое внимание развитию виноградарства на курорте. В генеральном плане отфиксировали все винограды, трудные земли. На сегодняшний день более 30 тысяч гектаров у нас зафиксированы. Актерьеры активно включаются и инвестируют те денежные средства, которые зарабатывают на другом бизнесе. Именно бизнес, связанный с виноделием и виноградарством. Черноморская винная неделя продлится до 6 октября. За это время фестиваль побывает в шести муниципалитетах. Гостям масштабного мероприятия подготовили концертные программы, дегустационные зоны, мастер-классы, экскурсии и другие интересные активности. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапы регион.